Еще, мои хорошие, хочу вам сказать одну очень важную вещь. Не думайте, что духовно развитый человек будет в ком-либо искать недостатки. Если вы приходите на исповедь, на проповедь, и вам начинают говорить со злобой о ком-то, это может быть и правда, все, что вам говорят, но этот человек не обладает квалификацией вести вас духовной дорогой. Злоба — это вообще не способ решить какую-то проблему. Вообще не способ. Если ты хочешь кому-то помочь, помоги, скажи правду, скажи по-доброму. И поэтому духовный путь — это всегда путь, в котором человек ищет... Истина означает красивое что-то, возвышенное. Человек духовный всегда стремится к возвышенному. Он не занимается критикой, не занимается со злобой, никого не выставляет в негативном ключе. Это не признак духовного развития. Мой опыт отношений с духовными людьми в разных культурах духовных. Не выделяю никакой какой-то конкретной культуры, как лучше. Во всех духовных культурах, будь то христианство, индуизм, ламаизм, дальше еврейская духовная традиция и так далее, иудаизм. То есть есть везде одно и то же. Есть духовно развитые люди, которые ищут хорошее в человеке и направляют тебя к лучшему. И есть новички в духовной жизни, это фанатики религиозные, которые постоянно всех критикуют, злятся, направляют сознание на недостатки. Вот если я сейчас буду дальше ругаться, значит это то же самое. Просто фанатизм. Духовно развитый человек ищет нектар, он ищет лучшее. Он не сосредотачивает свое сознание на плохом. Вот это и есть тот путь, который приводит к победе. Когда человек такие отношения строит, входит в такие отношения, то он способен победить свою судьбу. У него сердце наполняется радостью, а не печалью. Появляется чувство силы внутренней. Сила означает наполнение чистотой, духовностью. Поэтому веды и сравнивают сознание духовных развитых людей с сознанием пчелы. Пчела, она летит только к нектару, и она ничего не замечает. Только к нектару, и все. Больше у нее нет никакой идеи. Есть такая история ведическая. Один правитель решил проверить, святое это человек или нет. И он подослал к нему проститутку. Этот человек, он собирал цветы для поклонения в храме ведическом. Там было огромное такое поле цветов красивых. И голая красивая женщина села там среди этих цветов. И вот описывается в этой истории, как работало его сознание. То есть вот красивый цветок для Бога, вот красивый цветок для Бога, вот красивый цветок для Бога. Не цветок. Вот красивый цветок для Бога. Это только возвышенный человек может так воспринимать мир. Он ищет только божественное во всем. Понимаете? То есть пчела ищет нектар. Муха тоже любит сладкий вкус, тоже летит к сладкому, но она по дороге заворачивает. Неправильная вера. Сейчас будем разбираться. И пошли там уже в испражнениях в этих ковыряться. И все, опарыши заводятся потом. Это не духовный путь. Духовный путь соткан из поиска чистоты. Вот в этом как бы надо и жить.